приветствую вас уважаемые автовладельцы и автолюбители сегодня у нас рубрика автоэксперт и я продолжу рассказ что же мы делаем с нашими автомобилями после зимы сейчас заглянем внутрь то есть в салон и я поведаю про 5 дел жень врубай шарманку вот в прошлом выпуске никто не спорил со мной по поводу зимних и летних шин однако зимние и летние галогенки уже вызвали несогласия ну что же возможно сейчас дам еще один повод для спора коврики когда-то для меня не было альтернативы обычному резиновому ковру на пол автомобиля но примерно с 2007 года мы же не стали использовать вот такие ворсовые ковры и как-то сразу на них потели дело в том что с ними в автомобиле становится по-домашнему уютно однако главный аргумент противников ворса это вода то есть сел в машину с мокрыми ногами намочил ковер а далее влага пропитывает все вплоть до металла а как вам вот такой контр аргумент коврики которые используем и действительно впитывают воду однако ничего не протекает покрытие с обратной стороны водонепроницаемая и ворс держит влагу в себе более того ее легко слить однако в зимних условиях это минус вода которую впитал ворс во время ночной стоянки замерзает и превращается в каток под ногами поэтому коврики у меня тоже есть как зимние резиновые так и летние ворсовые и первое дело после зимы это поменять коврики и еще слабое место уорса он быстрее протирается под ногами в зоне педалей конечно стоит отметить что есть и полиуретановые ковры со своими плюсами они не размягчаются в жару летом не дубеют в мороз зимой и не имеют специфического запаха резины это аллергикам на заметку у меня и многих моих знакомых полиуретан лежит в багажном отделении и скажу что форму такой коврик держит лучше чем резина но если эта форма у багажника хитрая с загогулинами то вынуть полиуретан для очистки сложнее перехожу ко второму пункту начинает пригревать солнышко и природа оживает и в моей машине примерно в апреле появляется вот эта штуковина защита от солнечных лучей на лобовое стекло в идеале конечно вешать ее снаружи но дождь грязь да и просто ворюги делают этот идеал не очень приемлемым поэтому закрепляя внутри если будете выбирать себе такую то смотрите не только на форму но и на крепление у самых дешевых китайских изделий присоски обычно кривые и плохо держат приходишь а шторка валяется на полу а вообще для чего она ну во первых для меньшего нагрева салона но главное для защиты от выгорания торпеда обивки дверей кресел поэтому в идеале вешать такие шторки нужно по кругу то есть и на боковые стекла если парковка долгая но таких заботливых автовладельцев я вижу очень редко хотя женя например на своем экстреле использовала такую альтернативу надо сказать классная штука на стоянке когда хочется уединиться ворсовые коврики плюс шторки сразу бонус к домашнему уюту в автомобиле однако есть огромное но с точки зрения пдд это незаконно ну нельзя передние боковые стекла не тонировать не занавешивать и трудно объяснить гаишнику что ты используешь эти шторки только на стоянке поэтому для защиты от выгорания я задействую автохимию переходим к пункту 3 сколько же мы испробовали различных полиролей за годы существования программы автомобиль при том мои вкусы менялись раньше обожала жирные и чтобы после нанесения пластик блестел как у кота нос потом блеск стал раздражать и стал использовать матовые полироли однако вскоре пришел к выводу что матовые препараты попросту не видны и стал использовать жирные но снижать жировой эффект протиркой влажной микрофиброй а в целом скажу так все это вкусовщина используйте то что нравится вам работают все однако тут следует кое-что сказать дело в том что мы слышали жалобы от некоторых автовладельцев мол после нанесения полироли пластик вспучило а то и вовсе отслоился мы задавали такой вопрос представителям разных брендов в частности торталвакс или крем моли и все они утверждали что это нарушение инструкции по применению а вот что нам ответили представители итальянского бренда мафра есть силикон который именно для смазки предназначен а есть силикон который для полирола предназначен так вот силикон который содержится зачастую в многих полиролях он разрушает пластик со временем вы будете замечать что приборная панель становится рыхлой структурой легко погреждается это значит что производитель зарядил этот баллон дешевый силикон который не должен здесь находиться скажу честно за все годы мы с жене с таким не сталкивались потому что предпочитаем пользоваться брендованной автохимией ну не обязательно дорогой хотя слышались жалобы и на известные бренды ну предположу тут либо подделка либо на то самое нарушение инструкции дело в том что такие автовладельцы наносят жижу с очень близкого расстояния баллон под давлением струя мощная и это может пагубно влиять на пластик вот не зря в инструкции пишут что распылять с расстояния 20-30 сантиметров в идеале можно вообще наносить препарат на тряпочку и таким образом еще и получаем бонус в виде того что брызги не летят в стороны и не попадают на стекла ковры и прочее но есть исключение когда нанесение полироля является и профилактикой сверчков вот тогда лучше распылять чтобы препарат попадал в стыки между панелями приступим к четвертому пункту вы любите светлый салон а кто-то слышал рассказы о том как он пачкается однако во многом это преувеличение у нас был автомобиль с бежевыми материалами и хлопот с чисткой было не более чем у машины с черной обивкой при том применяли мы вполне рядовые пенные препараты одни из любимых это суперстав от хайгир и интерьер один от торта лакс наносим пену и чистим однако есть один нюанс который многие не соблюдают и получают маленькую проблему он заключается в том что если плохо вымыть остатки пены то стоит попасть капельки воды например от дождя на казалось бы чистую материю то после высыхания получаем разводы они конечно легко убираются но если будете использовать подобные препараты помните главное условие после обработки мокрой тряпкой хорошенько удаляйте пену ну равносильно как после стирки прополоскать белье конечно гордые владельцы кожаных салонов спросят а нам такую пену посоветуйте забудьте кожа материал более практичный именно такая пена и не нужна однако распиаренная в последние годы кожа на по действительно выглядит дорого на ощупь нежная но вот свой лоск теряет быстро такое ощущение что делали как раз по заказу производителей автохимия в моем авто кожа к счастью прочнее и после 10 лет не помялась хотя исключение боковины из кожзама тут производитель экономит и искусственный материал внизу сиделок трескается в уходе за кожей также есть нюанс сначала чистим потом увлажняем и питаем ну девчонки знают все как у ваших марикеев и прочих oriflame of так называемые системы моей любимой системой является кит от мафры под названием шарм здесь три флакона очищающий увлажняющий и питающий притом не скажу что я часто проделываю такую процедуру но сиденья по-прежнему выглядит на ура хотя повторюсь я уже десять лет и лозю на них своей спиной и попой конечно есть и универсальные препараты два то и три в одном заявлено что они одновременно и чистят и увлажняют и защищают однако все универсальное работает хуже но работает нам понравился очиститель плюс кондиционера трамвей при том знаете для чего мы его использовали не только придать свежесть но и убить сверчка в местах соприкосновений кожаных элементов ну и пятый пункт касается счастливых владельцев машин с кондиционером вы делаете такую профилактику это обеззараживание испарителя на котором любят скапливаться микроорганизмы впрочем такая картинка это уже запущенный случай и тут надо делать более сложную процедуру а то и разбирать и чистить вручную подробнее в другой раз коснемся признаки того что применять профилактику поздно нос подскажет почувствует неприятный гнилостный запах а то и засопливит то есть болеть будем кстати простая но эффективная профилактика притом проверенная лично после использования кондиционера просушите испаритель для этого примерно за 3-5 минут как заглушить мотор и поставить авто на стоянку выключите кнопку кондиционера а вот вентилятор печки на максимальные обороты ну а если в лом делать такую профилактику то минимум пару раз за летний сезон включаем кондиционер в режим рецикл покупаем типа такого баллона и устраиваем микробом веселуху если испаритель не загажен то вымрут поганцы на сегодня все как обычно ставьте свои оценки да если все сложится удачно то в следующем выпуске погоняем увидимся жень вырубай шарманку